А почему я на вокзале появился? Вот это прикол. Мне что, хату отобрали? Вроде нет. Отжали у тебя, пока тебя не было. Пока ты там на 12-м суету наводишь, мы на 4-м. Я в банк сейчас сразу. Не-не-не, зашел на свой родной 4-й. Сейчас будем наводить свой тузис. Приболел, правда, малешка совсем, но скоро на поправочку пойдем. Хуже состояние стало, да. Всем салам, кто на стриме. Всем саламчик Паша передает. Всем огромнейший салам, кто вводит ник Перегисаса на 4-м сервере, Паша Пэлс и Паша Пэлл, кто вводит на 12-м сервере тоже. Респект, ребята. Промокод, кто тоже убивает, тоже красавчик. Сейчас я бонусские сниму, по-быренькому. Тяк. Ой, ё-моё. Всё, устройство готово, ебать. Понятно, короче. Хотел бонусские снять, пока не получается, ну ладно. На, майл просит. 459-й. Да не, надо было ко мне тэпнется. Я как обычно переводил. Дожди, сейчас к ним тэпнемся. У пацанов какой один. Тэпосяк 306-му. Гота. Чё-то у тебя какой-то скин новый. Ну, блин, вот этот магазин не выиграет. А потом это. Ой-ой-ой. Его убрали. Вот это да. Вот это у нас тут картежик собрался перед номером. Два ролста ебать, всё как надо. С номерами пиздатами. Это бронированный, калинанный, бронированный фантом? Да, сейчас смотри. Преимущества какие есть. Пацаки, если чё, я не слышу, что вы говорите в голосовом. Только пишите. Чё, чё ты говоришь, Дим? Чекай, чё. Чекай, субарик. Какая эксклюзивочка тут подъехала в моменте. Ой-ой-ой-ой, какая эксклюзивная инфа. Молодчагин. Помогает, охуенно. Молодчагин. Что говоришь, помогает? Спереди, спереди, смотри. Как депутаты. Ну, на стробоскопах, да, очень мощно. Ой-ой-ой, а спереди какой номер? Вор три шестёрки. Откуда у тебя вот история этих номеров, расскажи? Вор шестёрки? Ну и семёрки тоже. Вор шестёрки. Нашел вообще Эльмир у человека. Мы их тоже долго искали. Ну, человек решил продать, продавил Эльмиру. Эльмир у меня подгон такой сделал. А вор семёрки дядя Женя подарил. А у дяди Жени они откуда? Ему подарили? Дядя Женя, наверное, сам двигался. На таких номерах. Дядя Женя, когда он тебе подарил? Получается, вот, в Новый год. О, подожди. Он зашёл на стрим и подарил мне эти номера. Куда Паша подпорол? Ну, да ладно. Он ищет на КРМП тоже, да, бывает? Ну, он раньше играл на КРМПшке же. Когда ещё у вас первая бригада была. Бизнес у вас там был. Ну, подарил, наверное, кто-то, потому что такие номера, знаешь, самому купить это, блин, максимально тяжело. Ну, это жёстко. Ну, интересная история. Понятно. Ну, ладно, хорош спойлерить. Чё, погнали тогда, чё? Куда? Какую суету тут нагоняете? Сбор какой-то большой? Бля, как вариант, можно залететь на УЧ-шку из Польши под улицу. Да. О, я вообще чё? Я тут сейчас готов присутствовать, скажем так, в качестве пассивной игры какой-то. Потому что у меня чё-то такое, какое-то состояние, ну, такое пассивное. Или, может, тачку разыграем какой-нибудь из своего автопарка? Как вариант. Слышно? Ну, блин, ну это надо движуху организовывать. Я-то не против. Ты недолго хочешь, типа? Не-не-не, да не, мне вообще пофиг на самом деле. Просто я говорю, что у меня сейчас башка особо так сильно не варит. Ага. Я бы понаблюдал, чё вообще, куда там вы собираетесь? В мэрию, что ли, куда-то устраиваться или чё? Ну, типа, блядь, ездили в мэрию. Спрашивали по поводу собеседования. В собеседовании сказали то, что где-то примерно через два часа аж будет. И думаем вот на бычешку залететь толпой. А я на автомобиль не пойду. Просто, что ли, под улицу? Да. Патроны по пизе. Ну, а больше делать нечего, видишь. Угу. Какие-то РП ситуации никто не делает. И если даже делают, то для чё-то между собой госки. Так что, ну, такое. А, может, я узнаю, что я сейчас думаю? Может быть, не твой вернуть хаммер? Аж первый. Чисто, ну, пускай он и останется моим, но может, пока тебе его перевесить. А я куплю себе аж второй. Так у меня вон тоже есть хаммер. Ага. Они сейчас уже не сильно легендарные, как раньше. Да. Их до хера уже стало. Чё-то с контур повыбивали. Да ладно. Ты меня слышишь сейчас? Печальненько. Да. Ну, хаммер хэш первый. Хочешь сравнить? Это вообще жопа. А у тебя ещё и аж второй тоже есть? Ну, он у меня был, я его продал. А, ты сейчас просто хочешь его сделать? Не, поехали сейчас до автосалона, короче, среднего. И сравним его. Погнали. Открывай свой. Да я вот хочу, пытаюсь сесть, не получается. У тебя хоть права не забрали за всё время? Пацаки, кто на стриме там пытается чё-то в голосовой сказать, чтобы я привет не передал и так далее. Ребят, я отключил пока на время голосовой чат. Вот, пишите свои просто текстом, напишите свои пожелания. Саше Рогожко передаю привет, вот человек пишет. Саше Рогожко передаю привет. Слушай, поехали быстрее до этого самого, как его, до заправки. Это у меня бенз тоже, сука, сейчас высох. У тебя сколько бенза? Да я высох только что, я запустился всё равно. Ага. Сейчас я быстро заправка. Где лучше назад, Паш, ехать? Заправка Батырева. Слушай, ну у меня вот уже 7 уже бенза, но я думаю, я доеду сейчас. Я вот проезжаю покупка высокого класса. А ты Hammer Hush 2 не видел? Вообще не видел, честно тебе скажу. Я так разрываю маленький. Вот это печально, потому что в Vice City он тоже был маленький. И меня, когда был мелкий, меня это вообще жутко бомбило. Я знал, блин, ещё когда был маленьким, блин, что Hammer, во-первых, это моя мечта вообще была, когда был мелкий. Я в город, когда выезжал с родителями, это было тоже очень редко. И пару раз он мне попадался в живую, этот Hammer, чёрный. У нас как раз в Калининграде же и раньше производились эти Hammer, они делались. Спасибо, брат, за донатик. Вот, потом уже BMW начали делать, когда я уже работал. А раньше Hammer делали. Кстати, вот этот вот Hammer, по-моему, да, он калининградской сборки, прикинь. Вот который у меня, ну, бывший этот бошин. А как ты понял? Во-первых, он не американец. Во-первых, ну, как понять, тоже вот, американец не американец. Я уже забыл, как они отличаются, но это ладно, их хрен отличиться. То есть, вот, чистого американца, вот, скажем, калининградского. Даже вот не понимаю, как сборки эти. Вообще по документам. Вот по документам у меня категория B. То есть не C, а B. То есть я могу ездить с правами легковушки. А на американских моделях только C категория. Потому что те, которые машины собирались у нас, они заходили под эти лошадиные силы, а-ля облегченные. Но по факту их вообще нифига не облегчали, по факту они столько и весят много. Вот просто как-то по блату правительству там договорились и делали B категорию. Но огромный минус... О, брат, извини. Вот, огромный минус, знаешь, какой? То, что у меня B категория, а не C. То есть у меня-то есть C, мне пофиг, я мог бы и на C покататься. Короче, минус категория B такой, что огромный транспортный налог, это 50 тысяч. А за C он был бы там 1015, понимаешь? За вот эти же лошадя. Но минус категории C, да, то есть минус категории B это налог, а минус категории C это, например, в центре города ты не можешь покататься на этой машине. Потому что тебя гаишник тормознет и скажет, а здесь грузовым автомобилям проезд запрещен, например. То есть, ну, в некоторых местах, скажем так. То есть, ну, это формальность, конечно же, но тем не менее. Так, куда мы едем по этим самому? Сейчас налево. Налево, понял. Видим такое? Ну, перегоняли с Европы, наверное, тачку, я не знаю. Да? А че, покажи пацанам на стриме. Эксклюзив. Короче, пацаны, новая тачка едет. Да. Кстати, пускай тоже монтажер, когда будет монтировать игровой канал, пускай вставит этот эксклюзив. Но, ребят, сразу говорю, ко мне он никак не относится, этот эксклюзив. Ну, пускай будет. Театр. А как я его сравню-то? Ну, у меня есть... А второй или кто-то купит его сейчас? Ты его просто тест-драйв можешь. Так, расписание ближайших пополнений... А, господи, зачем я сюда пришел? Короче, смотри, давай в тест-драйв заходи, я сейчас тебе это... Вау, слушай, я не был в новых текстурах автосалона, прикольно. О, самый последний хаммер. Так, слушай, ну вообще моделька мне уже нравится. Я первый раз ее вижу, такая прорисовочка прям вот как в жизни. Ну, черный, конечно же. Сдрайв. Так. Так. Че, готов? Ну, готов, давай. Ну, вообще мне он понравился, подожди. Офигительный. Офигительный. Рядом встань. Офигительный. Рядом встань теперь. А так и есть, так и есть на самом деле, я тебе отвечаю. Серьезно? Да он маленький, он маленький, Паш. Нет, нет, ну может быть, я не знаю, ну во-первых, я придерживаюсь версии, что на самом деле так и есть, но может быть чуть-чуть побольше, аж второй, прям самую малость. Аж первый, он по-настоящему огромный, он нереально диких размеров. Он по-настоящему такой громадный. Ну, мне кажется, по ширине он маленький. Вот знаешь, с чем еще можно сравнить? Так, так, так. С чем можно еще сравнить? С восьмеркой, с GTR. С чем мы сравнивали, например, в жизни с геликом? Ну, давай гелик тэпни, вот, давай гелик тэпни. Давай. Любой гелик. Слушай, ну вообще он мне понравился. А есть какой-нибудь тюнинг, например, какой-то обвес, Дим? Нету, нету. Ну, кстати, помнишь тогда, когда я вернулся с возвращением из... Короче, когда в Россию прилетел, мы же аж второй этот забрали и попробовали перевесить на него черный кенгурятник. Мы-то ничего не делали, не снимали. Выставили его рядом с GTR, взяли покататься. Попробовали повесить черный кенгурятник на него, но не очень, скажем так. Ну, вообще тоже круто, черный кенгурятник, но хромированный поинтереснее. И решили обратно оставить хромированный. Так, ну чё, в принципе, да, слушай, маленький хаммер. Потому что вот я сейчас уже вижу, тут тэпнул гелик. Гелик, блин, почти такого же размера. Да, я тебе проще говорю. А, вот крузак, крузак тоже тэпнул. Так, 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 так. Они одинаковые. Ну, чуть-чуть побольше. Ну, ладно, окей, вот с крузаком интересно сравнить. О, не, ребята, это не годится. Аж второй реально очень мелкий. Во-первых, в жизни аж второй длиннее, чем крузак. Да и даже по салону сделаешь сейчас от первого лица. И вспомни. А, слушай, салон вообще как у нас третьего точно. Да, я тебе про чё говорю. Не-не-не, ой, я назад даже смотрю, тут вообще ни о чём. Не, блин, надо обратить внимание. Пускай побольше сделают модельку. Чё-то немножко лажанули, ребята. Да, и много кто разочаровался. Она очень качественная. Ну, по размерам, блин, ну, вообще не годится. Потому что он, этот, Hammer больше, чем крузак. Он длиннее и сам по себе больше. А, ну, аж первый, это действительно, да, огромная машина. Ну, конечно же, не больше, чем аж второй. Короче, понятно всё. В принципе, доказали. Блин, на самом деле, е-мое. Чё? Да, не знаю. Золотой гелик, например. Я, блин, чуть-чуть, я привык уже, знаешь, чуть-чуть вот так вот к новому. И, когда смотришь на гелик старого дизайна, блин, он уже такой топорный смотрится. Не знаю, может, потому что, потому что я привык, может быть, каждый день его видеть. В гараж, когда спускаюсь сразу. О, золотой гелик. Золотой гелик, легенда. А во сколько завтра съёмки? Чё куда леген? Да не знаю, решай сам тест-драйв, делай камеру. У тебя же тест-драйв сейчас. Решай покупать, не покупать. Знаешь чё? Мы можем камеры как бы забрать. Ты сейчас в моём миру или где, или как? Да, да, да. Давай, я тогда выйду с камеры, пофиг. Сейчас реально каком-нибудь, давай тачку разыграем. Я выхожу. Я сейчас тэпаюсь и среди наших пацанов делаем. Будем объявлять в гос или не будем? Или только чисто сейчас сделаем? Давай чисто. Так чё, как будем разыгрывать? Просто я предложил чисто сейчас не объявлять в гос, а вот среди тех, кто сейчас смотрит стрим. Может, какие-то вопросы опять попробуем? Ой-ой-ой, это надо в голову напрягать, потому что многие подписчики больше, чем я, знают. Ты сам это видел, как они разносят. Так, я, короче, пока что тут на крыше дома. Можешь ко мне тоже тэпаться. Я сюда тэпнулся, чтобы было поменьше людей текстур, чтобы мне не лагало. Так, и буду тачки перебирать. Значит, опять выстраиваем. Ламба здесь у нас. Вот от ламбы я бы, конечно же, бы... Я бы от неё, конечно же, бы не избавлялся, но это устаревшая тачка. Но она вот лично просто по мне, она легендарная, потому что это моя самая первая машина на радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова